На волнах радио Беларусь, очередной выпуск программы «Беларусь и мир. Взгляд из Минска». Я Евгений Новиков, автор и ведущий этой программы, снова приветствую всех беларусов на нашей огромной планете Земля. Уважаемые радиослушатели, сегодня я снова в студии не один. Сегодня у нас в студии гость, очень интересный человек, интересной судьбы, интересной профессии. Это Пётр Георгиевич Никитенко, академик Белорусской Академии Наук, человек в высшей степени легендарный, по-другому не скажешь, человек, занимающийся наукой практически всю жизнь, но при этом сохранял связь с производством, всегда старался внедрить научное исследование и научные разработки в жизнь, в практику. Правильно ли, Пётр Георгиевич, над чем вы сегодня работаете? Я работал и работаю фундаментально над двумя проблемами, как вообще весь мир состоит из дихотомии. Это, прежде всего, своя теоретическая подготовка, постоянно совершенствование тех знаний, которые необходимы для любого человека, будь то он в Беларуси, будь то он в мире, в любой стране, в любом домашнем хозяйстве, в любых сферах деятельности. И второе, естественно, внедрение в практику. Так получилось, что я прошел, начиная от рабочей, крестьянско-рабочей, как говорят, деятельности, до уже верхних высот, имеется в виду, когда мы аттестовываемся различными там званиями, наградами и так далее. Поэтому у меня так сложилось, что есть возможность посмотреть мир и нырнуть в теоретически огромнейшие проблемы, и в то же время опуститься на нашу хорошую и в то же время противоречивую жизнь, которая существует в мире. Мы сегодня, наше мировое сообщество, к сожалению, вступило в сложный, кризисно-катастрофный период 21 века, который требует соответствия с действием закона времени, смены логики социально-экономического поведения на планете Земля и смены действий закона капиталистического и докапиталистического накопления. Этот период, надо сказать, характеризуется, это опять-таки, к сожалению, социально-экономическими потрясениями отражается переход от 200-летней капиталоцентрической, техногенной, индустриальной к гуманистической новосферной цивилизации, от 500-летнего пятого поколения локальных цивилизаций, когда доминировал Запад Европы и Соединённые Штаты, к более дифференцированному пятому поколению с предсказанным и Сорокином, и Тойнби, и другими мыслителями, с двигом творческой активности и на Белоруссию, и на Россию, и на Восток. Короче говоря, идёт процесс сегодня. Согласен. Скажите, пожалуйста, можно ли утверждать, что все те потрясения, с вашей точки зрения, которые мы имеем, можно ли сказать, что это последствия формирования однополярного мира? Сам порядок вещей не позволяет такому порядку существовать. Нужно много полюсов сил на планете. Только тогда можно как-то сбалансировать жизнь. Тогда не будет этих катастроф, техногенов. Уменьшится сама процедура принятия решений, выхода из кризисов. Однополярный мир, ведь это крах планеты. И как планеты, как тело, так скажем, и человечество. Я бы, вообще-то, несколько по-другому посмотрел на эту проблему. Смотря как рассматривать однополярный мир. Если рассматривать однополярный мир как единение всех структур, различных интеграционных и дезинтеграционных процессов, то путь, конечно, для выживания цивилизации на планете Земля, это, на мой взгляд, не создание различных блоков и различных противостояния различных этих блоков между собой, а создание единой по принципу организации объединенных наций. Но другой вопрос, чтобы... Или всемирные торговые организации. Согласен, да. Это как бы единые мировые центры, которые должны стягивать обручом всю планету нашу и делать нашу планету единым созидательным, а не разрушительным. Созидательным. Других организаций, других структур, которые бы определяли единое развитие. Созидательным направлением, в конструктивном. Не насилие, а реальная бабка прогресса должна быть, как писали классики, а все же идиллия прав человека. Его мышление, мировоззрение должно быть направлено, сознание в том числе, духовность, нравственность. Справедливость, вот Путин сказал. Эти все вопросы, которые должны быть в системе всех оценочных механизмов мировой структуры. Европы в том числе. Я очень хорошо знаю европейское наше пространство. Очень хорошее отношение с Германией. В свое время создавал белорусско-немецкий центр, который впервые был в Минске, который объединяет все лучшие наработки, будем говорить так, в Европе. Которые мы проводим там образовательно различные встречи. Европейцы приезжают, американцы. Европейцы приезжают, американцы приезжают. Израиль. Израиль приезжает. И Балтика. Весь мир практически, и все представители различных партий. И левых, как говорят, и правых, и центристов, и так далее. Вообще жизнь построена по законам биологическим, на единстве, в многообразии. Мы вот часто говорим, вот давайте там рыночные отношения внедрять, поголовные и так далее. Или давайте только частная собственность должна работать. Или давайте мы рассматриваем только предмет административного регулирования всех процессов. То есть эти устоявшиеся стереотипы и остановка на такие реперные что ли направления, они приводят никуда. Однонаправленные. Мы должны все учитывать. То есть синергетика всех. Вот результат, который должен определять действия всех. И государственных чиновников, и политиков, и частные, и домашнее хозяйство, и человека на земле. Если же мы это начинаем делать раздра и абсолютизировать ту или иную форму, ну в частности берем категорию капитал. Я не против этой категории. Она имеет право на жизнь в определенных ракурсах. Но, извините меня, но когда он построен на фиктивном капитале, хороший в этом отношении учебник является Марса, фиктивный капитал. Когда деньги делаются, не заходя в реальную жизнь, а превращаются в рост фиктивного богатства и так далее. Мы приходим, ну как говорим, товар деньги, а деньги деньги, штрих. То есть деньги прирастают за счет того, чтобы... Тут купил, там перепродал. Да, передал, перепродал, заложил. Ничего не предвнес, стоимость не внес. А потом мы развиваем, допустим, финансо-кредитную долговую систему. Весь мир сегодня находится в рабской зависимости двух составляющих. Это технологическая зависимость и, естественно, финансовая зависимость. Долларовая или другой какой-то валюты. Ну, главным образом на сегодняшний день господствует доллар американский. Поэтому механизмы требуют сегодня новых подходов для того, чтобы мы вышли на совершенно другую денежную систему. И прежде всего, поскольку мир весь состоит из энергетики и магнетизма, то есть энергомагнетическая система действует, то эквивалент всех стоимостных отношений должна быть положена энергетическая, то есть киловатт-час. И деньги должны быть, как построено на основе информационных технологий киловатт-часа. У меня здесь вопрос. Скажите, пожалуйста, что должно произойти в сознании людей в масштабе человечества, в глобальном масштабе, для того, чтобы к этому прийти? Ведь на уровне одного человека не сделаешь, на уровне одного народа не сделаешь. Ведь должно произойти некое качественное изменение в масштабе всего человечества, в глобальном масштабе. Правильно или нет? Это вопрос номер один, прежде всего, мировоззренческий и идеологический. Но прежде всего, мировоззренческий в плане, человек сегодня должен рассматриваться на планете Земля как ценность и самоценность планеты. Если же мы человека рассматриваем как ресурс, как фактор, как средство для достижения... Как объект. Ну, не столько объект, а сколько, ну, будем, можно сказать, как объект. Для создания блага отдельных, для накачивания интересов отдельных только, мы придём, опять-таки, в никуда. И вот те проблемы, которые сегодня связаны с интеллектуальной войной, с войной, будем говорить так, бактериальной, интеллектуальной идут различные регрессивные процессы с точки зрения здоровья человека, там, развития его интеллекта и так далее. И всё это возводится в культ политики большой. Они, конечно же, приводят к тому, что мы имеем. Имеем прокризисное развитие планеты. В том числе и нашей республики. Она завязана на планетных всех закономерностях и связях. И наша задача... И Европа, в том числе, находится в тяжелейших условиях. В том числе, находится любая другая страна мира. Вот. И мы должны как-то смотреть на общие наши... всё же вернуться к древнегреческому трактовке. Что такое экономика? Экономика – это домашнее хозяйство. Это закон хозяйства, не на земле. Вернуться к земле. Земле, к природе, к окружающему нашему миру. И посмотреть всё же, что у нас ценность. Либо у нас прибыль – ценность, либо человек. Либо природа – ценность. Либо, значит, мы её пожираем ради каких-то интересов, связанных с деньгами, капиталом. Да, я понял. Здесь мы перервёмся и продолжим после короткого перерыва. На волнах радио «Беларусь» очередной выпуск программы «Беларусь и мир. Взгляд из Минска». Я, Евгений Новиков, автор и ведущий этой программы, продолжаю интервью с академиком Академии наук Республики Беларусь Петром Георгиевичем Никитенко. Мы в первой части нашей программы говорили о значении человека, о его высшем предназначении, о его значении природы, Земли. Мы говорили о том, что такие понятия, как деньги, прибыль, капитал, они должны быть вторичны по отношению к человеку, потому что высшая ценность на планете Земля – это жизнь человека и сам человек. Пётр Георгиевич, я знаю, что одним из таких прорывных направлений, которыми вы сейчас занимаетесь в Академии наук, является ноосфера в контексте человека, как высшей ценности на планете Земля. Что это такое? Ну, оно достаточно понятие простое. Оно объединяет два понятия. Это разум, как говорится, греческое слово «логос». И, естественно, шар, то есть наша планета, сфера разума, которая характеризует взаимодействие космоса, человека, общества и природы. Вот это, как бы, четыре стороны синергетического взаимодействия, которые создаёт, образно говоря, тот квадрат. Не чёрный квадрат Малевича, моего земляка, Витебского, известная картина. А белый и красный квадраты, которые сегодня выводят наш мир из апокалипсиса, надвигающегося к системе созидательной, сохраняющейся природу, прежде всего, и человека в космосе нашем. И мы должны, как раз вот в Белоруссии проходит на базе Академии наук встреча наших космонатов известных. Сегодня, да. И проблема взаимодействия нашего освоения и развития космоса, космических технологий, находит место как раз вот в обработке нашей Академии наук. Это знаменательное событие, тем более, что мы раньше относились к космосу как к какой-то неэкономической категории. Сегодня космос становится, после большого вклада и, естественно, Соединённых Штатов, и Советского Союза в своё время, много было средств, потраченных ресурсов для освоения космоса. Это наш первый космонавт Юрий Гагарин, который открывал эру освоения космоса. Ну и так далее, и так далее. Ну и в том числе последующие космонавты, которые сегодня принимают участие. Наши земляки. Вот и Климук там, и Ковалёнок есть. Белорусские космонавты наши. Да, белорусские космонавты. И надо сказать, что взаимодействие, изучение вот этих всех четырёх сторон, я ещё раз говорю, этого квадрата, они позволяют нам, и по крайней мере тем, кто занимается ноосферными проблематиками, прежде всего учение Владимира Ивановича Вернацкого, мыслителя 20-21 века будущего, именно учение Вернацкого положило начало к тому периоду, который мы сегодня переживаем, как раз сложнейший период, который мы должны очень чётко своим разумом, человеческим разумом понять, освоить. Осмыслить? Сознание наше совершенно другим. В масштабе человечества. Мышление, дух должен быть в центре внимания нашей науки, потом нравственные все позиции. То есть, по сути дела, вот та ноосферная экономика, которая начинает у нас на базе нашей белорусской модели развития, которая сегодня формируется нашим президентом, надо отдать ему должное, мытьём и катаньем. Он постоянно ставит задачи, продвигает и перед Академией наук. Поскольку Академия науки является сегодня, ну, будем говорить так, его основой, построением его всей политической и экономической основой и базисом. Поэтому у него справедливое требование к постоянному развитию Академии наук. Кстати, Академия наук за все годы, она не претерпела каких-то существенных, краховых, что ли, как произошли в других республиках, чистых различных и так далее. Наоборот, благодаря требовательности, благодаря помощи, благодаря нарабатывающей подхода, сохранилась Академия наук. Сегодня сохранилась, пожалуй, одна из немногих в мире, которые занимают всё больше и больше, находят звучание в мировом сообществе научном. И многие бренды, будем говорить, мировые, уже приезжают в научных разработках, приезжают, мы встречаемся, обсуждаем и так далее. Надо сказать, что у нас хорошие... Под это выделяются огромные деньги, финансы, средства. Хорошие наши отношения и с нашими европейскими академиями различного стран, и Германии в том числе, и Австрии, и Венгрии, и Румынии, и Польша, и Европейский Союз. То есть у нас очень тесные контакты со всеми, будем говорить, научными системами. Да, 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 и то, что удалось сохранить, это великое, это завоевание, великое дело. Это великое завоевание страну. После распада СССР, когда там начались вообще непонятные процессы в других академиях наук, в Беларуси всё сохранилось и только ещё даже больше наполнилось новыми изысканиями, новыми разработками. Вот я напомню установку, которую вот наш президент как раз вот Академию наук и поставил. Он говорил в своё время, что общество не может существовать без целостного свода идей, ценностей и норм, объединяющих всех граждан. Это слова из Деда Лукашенко. Александр Григорьевич Лукашенко слова. Они являются лейтмотивом деятельности Академии наук. И мы впитываем, по крайней мере, всё, что наработано в мировой цивилизации за все, не то что сегодня, а там 10-20 лет, а с давних времён. Изучаем все цивилизации, которые были на планете Земля, различия, которые ушли, по каким причинам мы тоже изучаем, кризисы, все, которые свершались на планете Земля, как уходили цивилизации. И наша сегодня, по крайней мере, вся научная база позволяет нам делать правильные рекомендации и выводы для практической нашей жизнедеятельности. То есть не только теории, нужны теории, разработки. Теория нужна, теория важна. Без теории нельзя двигаться вперёд. Но мы должны выбирать из тех теоретических наработок всё то лучшее, которое бы создавали уют, комфорт человеку, который живёт на той или другой территории. Чтобы дети, которые там воспитывались и выходили на новую дорогу знаний, было другое совершенно созидательное, я буду опять подчёркивать, а не разрушительное сознание. Ни войны, ни кризисы, ни какие-то потрясения, никому не нужные, которые уничтожают систему и самого человека, и планету. Это тупиковый путь вообще планетарного развития. Поэтому мы этой проблемой занимаемся вплотную. Мы, значит, используем опыт различных стран, различных теорий, различных методик, различных технологических наработок и так далее. И критерии эффективности мы оценим так. Если ты не вредишь человеку и здоровью, значит, есть правильное направление в развитии науки. Если вредишь природе и человеку, давайте остановимся, не будем этим заниматься. Это главные критерии. Это главные критерии, не прибыль. Я всё раз подчёркиваю, заработная плата у людей должна быть достойна уважительного труду. И пенсии, которые должны быть тоже уважительны, оценивали тот труд, который... Других показателей с точки зрения эффективности вообще в мировой экономике и в любой стране, и в любом домашнем хозяйстве нет и быть не может. Ну, естественно, здоровье. Здоровье – это вторая часть, будем говорить, сферы деятельности, потому что разум и здоровье – эти две связанные, будем говорить так, большие сферы деятельности. Нет здоровья и нет разума. Нет разума, нет здоровья. Поэтому диалектика этих двух составляющих позволяет нам сказать, что мы находимся на достаточно нормальном пути, знаем, где мы находимся. Природный рукотворный потенциал в Белоруссии достаточно мощный, который позволяет нам выйти в ближайшее время в числе наиболее развитых стран мира в хорошем понимании смысла слова. Не в накачивании мускулов, а в накачивании знаний, мышления, интеллекта, духовности, нравственности, вот тех созидательных черт, которые характеризуют человека как человека. Диоген Синовский в своё время, в далёкие времена, когда Александр Македонский, завоеватель мира, подошёл к нему и говорит, что ты хочешь? Он сказал, ничего я не хочу. Чем ты занимаешься? Он сказал, отойди и не заслоняй мне солнце. Я ищу человека. Вот найти нам человека на планете, чтобы он был не люди, а человека был счастлив и вносил своё звание человек. Вот в этом смысл всей нашей научной работы и нашего государства. Пётр Георгиевич, спасибо вам большое. Я в высшей степени надеюсь, что это не последний наш с вами разговор в этой студии. Я думаю, что мы будем вас регулярно приглашать, потому что, так скажем, те знания, которые вы несёте, тот опыт, которым вы обладаете, им нужно делиться, делиться с молодым поколением. Белорусы должны знать, что у нас Академия наук на своём месте. Наработки огромнейшие. Я думаю, что вам нужно чаще приходить к нам, и мы приглашаем вас, и ещё не один раз посидим в этой студии. На этом у меня сегодня всё. В афере с вами был я, Евгений Новиков, и гость Пётр Георгиевич Никитенко, академик Академии наук Республики Беларусь. Пётр Георгиевич, успехов вам, здоровья на благо Беларуси, на благо всего человечества. Спасибо всем слушателям. Спасибо большое. До встречи.